Да, иногда пьем алкоголь, а вы никогда не задумывались, что это не самое главное в жизни? Я не представляю, как это, я думаю, это точно Кесарева, я думаю, это просто жопа как. При этом я могу быть такой ссукой. Очень нравится. Перед боженькой извиняться, типа, ну не срослось. Да я и никогда не испытывала чувство зависти. Ребята, всем привет, меня зовут Юля Пушман, и я, мне кажется, целый год, весь 22-й год, я не снимала такое видео. Ну ладно, хорошо, шутки в сторону, но я реально не помню, когда в 21-м году я снимала ответы на вопросы. Если я нашла такое видео на своем канале за 21-й год, я его сюда прикрепила. Если нет, значит не нашла, значит я такое не снимала. Ну что сказать, ну что сказать. Во-первых, с Новым годом всех. Спасибо за ваши поздравления. С Новым годом меня, мою семью. И также спасибо за ваши поздравления с моим днем рождения, который прошел уже, правда. Но все, мне 24. Жизнь хороша. Я молода, красива и не собираюсь расстраиваться. Время не стоит на месте. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, плохо, да, ну что. Я сказала, ребята, буду снимать видео, ответы на вопросы, задавайте что-то интересное, умоляю. Мне постоянно задают одни и те же вопросы. Не так давно, ну такое некое вступление, я была на подкасте у своей подруги Карины. Мне понравилось то, как мы болтали, мне понравилось то, что мы обсуждали, но там были комментарии о том, что особо ничего нового прямо мы не узнали. И, конечно, в этом вся загвоздка, почему я не хожу на шоу, на интервью, потому что я всегда все рассказываю на своем канале. И я еще не встретила человека, скажем так, который задаст мне такой вопрос, который мне реально никто никогда не задавал. Я сомневаюсь, что в этом выпуске что-то изменится, но вдруг, в общем, я не выбирала никакие вопросы. Сейчас по ходу дела будем смотреть. Господи, их так много, я думаю, все. Я не буду делать скрины вопросов сюда вставлять. Мне хочется быстро, динамично, четко и по факту отвечать на все ваши вопросы. Первый вопрос, какой интересный, сталкивалась ли с завистью подруг, что думаешь по этому поводу? Мне кажется, что я очень много за всю свою жизнь сталкивалась с завистью, и с завистью подруг в том числе. И я на самом деле прекрасно понимаю, мне действительно есть чему завидовать или как-то, но я реально никому не завидую. Я думаю, так многие могут сказать, но я, честно, человек исключение, потому что я реально никому не завидую. Есть люди богаче меня, умнее меня, красивее меня, там, я не знаю, что еще, что еще. Может быть, даже счастливее меня, я не знаю, что еще придумать. Успешнее меня. Но я им не завидую, потому что, я чуть-чуть скажу, если позвольте, конечно. Я им не завидую, потому что у каждого своя жизнь. Когда вы хоть на минуту хотите кому-то позавидовать, например, в чем угодно, допустим, у какого-то человека, я не знаю, куча денег. Вот просто он, и он это транслирует постоянно, там, свои покупки, суммы, дорогие машины, квартиры, дома. Вот вы смотрите на него и думаете, завидую, сколько у него все есть, мне бы это. Но вы никогда не узнаете наверняка, что у этого человека в жизни. Вот просто элементарно. А что, если этот человек имеет все это, но при этом не счастлив? Знаете, элементарно. Нет, на самом деле, я за свою жизнь, пусть и не очень долгую, 24 года, но все-таки я реально поняла. Да я и никогда не испытывала чувство зависти. У меня, слава богу, спасибо родителям. Всегда все было, чтобы там завидовать кому-то. Но я за свою жизнь поняла вот что. Если ты кому-то завидуешь, вот ты завидуешь до тех пор, пока не узнаешь какую-то ужасную, там, ситуацию, которая происходит у человека в жизни. Или была. То есть, ну, грубо говоря, знаете, кто-то очень богат, но у него там нет семьи. Это грустно. Я, честно, никогда никому не завидовала, но я знаю на 100%, что у меня, ну, не знаю, насколько вот прям есть, но, по крайней мере, были подруги, которые мне завидовали, и можно сказать, просто в лицо, открытым текстом. И я этого, если честно, никогда не понимала, и меня это все время поражало, потому что вообще зависть, это что? Ну, в том смысле, зачем кому-то завидовать? Если ты завидуешь деньгам, успеху, ну, блин, сделай что-то, добейся сам чего-то другого. Ну, то есть, я не знаю, ну, как бы, вы понимаете, то есть, как бы, зависть, это то, что вас тормозит по жизни. Я к зависти отношусь очень плохо, и я считаю, что, во-первых, завидовать, это грех. Нужно всегда быть благодарным за то, что есть конкретно у вас в жизни, конкретно, что вам дано, и никогда, вот, не завидуясь. Потому что, вот, еще раз повторюсь, бывает, завидуешь-завидуешь, а потом узнаешь, что человек, там, болеет какой-то страшной болезнью. И ты думаешь, блин, мне лучше я буду со своим добром, но, как бы, без такого, да? То есть, я просто, ну, утрированно говорю, но таких историй очень много. Я рассказывала не один раз в своем видео, что никогда никому не завидуйте. Вы не знаете, как это далось человеку, что у него забралось за это, понимаете? Вопрос, который мне задают очень часто, на протяжении многих лет, и... Ладно. Добрый вечер, есть ли у вас высшее образование? Если нет, то почему решили не получать его? На самом деле, я уверена, что многие знают, у меня получается, ну, я так скажу, чтобы ни вашим, ни нашим, не оконченное высшее. Ну, короче, блин, чего греха таить? На третьем курсе я бросила журналистику, я училась в институте Митро. Почему я, как бы, забила? Ну, как бы так сказать, но я училась, училась. Первый год я училась отменно, все экзамены сдала. Второй год мне уже было тяжело. Тяжело не потому, что я там какая-то тугая, а просто потому, что мне не нравилось, мне было неинтересно, мне было скучно. То есть, для меня это была вот каторга какая-то. При всем том, что для меня это была каторга, у меня просто такая житуха кипела в плане, там, звездной жизни, скажем так, блогерская жизнь, тусовки, мероприятия, там, съемки в кино и так далее. То есть, ну, сами представляете, да, тут какой-то, блин... Не, я на самом деле не хочу обесценивать учебу, разумеется, но просто я училась на журналиста, и я, ну, как бы, пошла на журналиста, потому что я подумала, ну, раз я блогер, раз мне это нравится, значит, наверное, я журналист. Возможно. Ну, вот, клянусь, сейчас я сижу такая, думаю, а чему я вообще научилась в институте? Я понимаю, что ничему. Мне учеба дается тяжело. Я такой человек, я знаю, так может каждый сказать про себя, наверное, но я реально такой человек, мне очень тяжело изучать то, что мне неинтересно. Я с кайфом, просто с диким энтузиазмом буду изучать то, что мне интересно. Типа, фотошоп, программы по монтажу видео, не знаю, там какие-нибудь натальные карты, дизайн человека, то есть я понимаю, что это там не высшее образование, понятно, но, ну, блин, если спросить, жалею я, что бросила, не жалею, не знаю. Может быть, было бы и клево, чтобы, когда у меня спрашивали, типа, какое у тебя образование, я такая, а журналист у меня от диплом, понимаешь? Но при этом мозгов больше у меня бы не стало. То есть, типа, получить диплом ради того, чтобы всем рассказывать, что у меня есть диплом? Ну, вот клянусь, я почти три, ну, три года на третьем курсе, все, как бы. Во-первых, институт лишили лицензии, и я, как бы, не стала заморачиваться. Если бы не лишили, наверное, я бы как-то пыталась добить все это дело, хотя мне было уже очень тяжело, но, может, попыталась бы хотя бы. Но поскольку институт еще и лишили лицензии, я подумала, да ну нафиг мне сейчас вот этим заниматься, неинтересно. Переходить куда-то, что-то искать, у меня, блин, проекты, миллионные контракты, понимаешь, съемки. Так что, получается так, что у меня нету высшего образования. Но я не как Настя Иблеева, я не буду говорить, что, типа, да, у меня нет там образования, ну, типа, и пофиг, это не мешает мне быть, там, богатой, успешной. Да, такое бывает, но просто я немножко по-другому, как бы, хотела бы это прокомментировать. Я считаю, что очень важно развиваться, узнавать что-то, читать книги, что я делаю достаточно редко, к сожалению. Но я действительно человек любопытный, я интересуюсь каждый день чем-то. И я не говорю там про то, что ютубчик смотрю, знаете, интересуюсь, типа, сколько я съем чипсов, типа, не, ну, как бы, реально нормальными вещами интересуюсь. Бывает, я сижу, вот реально, не поверите, сижу, иногда прохожу какие-то тесты онлайн, там, типа, школьные программы, еще что-то. Мне само интересно, я понимаю, что я могла бы знать больше, я могу знать больше, но просто нужно желание, рвение, интерес, а по поводу того, хочу ли я куда-то поступать, чтобы получить высшее образование, не знаю, я не знаю такого места, куда я хочу поступить. Было время, когда я думала пойти на актерский, но... Ну, это, знаете, вот то же самое, как вот, типа, певица я. Мне нравится петь, мне нравится выпускать треки, но вот я не вижу, что вот я прям на сцене пою. Ну, типа, не мое, мне это очень нравится, реально, я об этом, наверное, в детстве мечтала, мечтала в детстве сниматься в кино. Ну, вот что-то как-то не вижу я себя в этом. Вот то, чем я занимаюсь, оно мне очень нравится. Я знаю, что я еще где-то даже не нашла себя, и я уверена, что впереди меня ждет еще много чего интересного. Ты осознанно подходишь к вопросу здоровья перед тем, как стать мамой, это важно. Вот такой вопрос мне задают. Если честно, я не совсем понимаю, что значит осознанно, типа, что я употребляю и не употребляю. Ну, короче, я считаю, что к такому важному моменту нужно готовиться. Но также я считаю, что нужно относиться просто к жизни, к своей, без фанатизма, и к этому важному моменту тоже без фанатизма. Мы, например, со Славой сходили к врачам, кому интересно, проверили наше внутреннее благосостояние. У нас все в порядке. Если говорить об этом, мы подготовились, мы готовимся до сих пор. Я сейчас, кстати, думаю, какие-нибудь витамниные папи. Мы готовимся, у нас все распланировано, если что. Да, иногда пьем алкоголь. Сначала я думала то, что, блин, не буду вообще пить, и так далее, и так далее. Но знаете, когда ты начинаешь ставить себе какие-то такие рамки, ни глотка вообще, ни бокальчик, потому что я готовлюсь, мне надо быть там полгода чистой перед зачатием ребенка, начинается в голове крутиться какая-то тема, а вдруг что-то со мной не так, а вдруг еще надо то себе пятое-десятое. Я просто такой человек, ну как бы я к психосоматике очень серьезно отношусь, я знаю, что может сделать психосоматика с человеком, с организмом человека. У меня бывают какие-то проблемы со здоровьем тупо из-за психосоматики. И я точно знаю, что это психосоматика. Это из-за того, что я себе там, блин, закрутила, навертела, поэтому у меня жопа какая-то. Я считаю, что нужно жить точно так же, как вы и живете. Просто, ну как бы, если вы там не алкаш какой-то, не употребляете что-то жесткое, ну как бы, ну это плохо, конечно, лучше так не делать. Но, грубо говоря, если вы иногда позволяете себе там выпить бокал два вина или на праздник еще что-то, то, мне кажется, в этом нет ничего такого. Не пьешь, не куришь, правильно питаешься, и еще не получается ребенка зачать. Алкаши, наркоманы просто плодятся, счастливые, понимаете? Потому что психосоматики нету. Нет, я не говорю, что надо пить, бухать и так далее. Нужно осознанно ко всему относиться, но просто без фанатизма. Просто я знаю, что у нас со Славой все ок, потому что мы уже сдали анализы, проверили, сходили к врачам, и я знаю, что все ок. И вообще, в принципе, ну как бы, мы и не сейчас там проверялись, мы периодически проверяем свое здоровье, и вообще это важно, а девушкам тем более там раз в год, полгода обязательно нужно ходить к тому же гинекологу. Надеюсь, все девочки об этом в курсе, если нет, если вам никто не рассказал, то обязательно ходите. Это просто, ну, обязательно, даже если вас ничего не беспокоит. Тут вот я вижу вопросы. Расскажи про обработку фотографий, фейсап фото редактируешь все. Я обожаю фейсап. Я просто обожаю фейсап, и я уверена, что все мои подписчики об этом знают, это видят, но, честно, мне так по барабану, я просто обожаю фейсап. Тот, кто его создал, это просто гений. Как я обрабатываю фотки? Сфоткала, значит, захожу в фейсап. О, видос загрузился. Захожу в фейсап, выбираю свои любимые фильтры. Раньше это был Голливуд 4, сейчас это поцелуй. Потом я захожу в кожу, и там есть эффект, типа, блестящая кожа. Очень нравится. Но на всех фотографиях по-разному, нужно контролировать процессы, но, ну, бывает, знаете, себе не отказываю ни в чем. Ну, как бы все фильтры, какие я хочу, те я использую. Мне вообще по барабану. Мне главное, чтобы мне нравилось. И я смотрела, думаю, вау, клево. Следующий этап, я захожу в фейстюн. В фейстюне я уже могу там, допустим, прыщичек убрать, или я не знаю, что еще. А, ну еще в фейсапе волосы. Бывает дело. Не на всех фотографиях хорошо получается. Эффект прямые волосы. Очень классно бывает. Очень красиво делает. Убирает все лишние волосики. Делает более четко все, блестяще красиво. Поэтому рекомендую. Так, что еще? Ну, в фейстюне потом обрабатываю фотографии. В принципе, там ничего такого. Пластику делаю. Что-то где-то могу доработать. Ну, типа, в фейстюне я недолго обрабатываю фотки. Если честно, фейсап делает столько красоты, что фейстюн уже не так сильно необходим. Ну, и заключительный этап, самый любимый, это, конечно же, наложить свои пресеты на фотографии. Кстати, у нас с Кариной выходят наши собственные авторские пресеты. И по ссылке в описании вы можете их найти. У нас там сейчас 4 пакета наших общих пресетов. Так что обязательно посмотрите. Кто не в курсе, что такое пресет, это ваша фотография, типа, обычная и с красивыми цветами, резкостью, то есть, типа, до и после. Очень классно. Ну, можете перейти на наш сайт и посмотреть, и сами поймете, что делает пресет. И к каждому пакету пресетов у нас прилагается инструкция, так что точно разберетесь. Ну, и для пресетов обязательно вам нужно приложение Lightroom. Поэтому, в принципе, вот так я и обрабатываю фотографии, и они у меня получаются просто засебись. Юля, ты писала себе список целей на будущий год. Что об этом думаешь вообще? Я не писала список планов на вот этот год, 22-й получается. Я уже в своем влоге в каком-то сказала, то, что планы грандиозные, большие. Ну, чё уж сильно скрывать. Конечно же, в планах пополнения семейства. Не знаю, не могу вам назвать точный месяц, дату и так далее. Ну, есть в планах, и это, конечно, в 22-м году. Там уж как бог даст, как получится. Так что, если вдруг я в 22-м году рожу, не удивляйтесь. Хотела бы жить в доме, а не в квартире. Ну, да, хотела бы, наверное, я жить в доме, а не в квартире, только потому, что в доме больше места, в доме можно сделать огромную гардеробную шикарную, кинотеатр, ну и много всякой фигни ещё придумать, что сделать, что, по сути, сильно-то необходимо, ну, кроме гардеробной. Ну, просто, в принципе, места много, сделать комнату-студию чисто для фото, другую для видео, другую комнату сделать чисто под летсплеи, под стримы. Ну, конечно, типа, ну, дом это клёво. Другой бассейн с баней, знаете, ну, кто бы не хотел. Ну, кто не будет, дайте денег на такой дом. Не, на самом деле, дом это клёво, но дом также это большая ответственность и большие финансы. Я, наверное, пока ещё не доросла до дома. Я думаю, что пока что мне хватает того, что мы живём в квартире. Также мне хватает того, что у нас есть дача, на которой мы достаточно часто ездим, и там, получается, живём в доме, чего мне тоже, в принципе, сейчас хватает. Я думаю, что позже, может быть, в течение 10, я не знаю, 12, 13, 15, не знаю, лет, может быть, у нас и не один ребёнок уже будет, и как бы народу полно, и захочется переехать жить в дом, да и просто, в принципе, захочется каких-то изменений вот таких глобальных. Ну, может быть, я не знаю. Это как бы всё впереди, это ещё пока мне неизвестно, это только боженька знает. Что тебе больше всего помогло избавиться от проблем на лице? Ну, я считаю и убеждена в том, что мне помог гомеопат. Кто не верит в гомеопата, вы можете думать, что мне помогло какое-то плацебо, расслабление мозгов, не знаю, но я в этом не сомневаюсь, я в этом уверена, и я продолжаю ходить к гомеопату периодически раз где-то в 2 месяца, иногда даже реже бывает, для того, чтобы проверять, всё ли ог, чики-пуки, потому что, когда я была у него не в прошлый раз, а в позапрошлый раз, это было перед свадьбой, и тогда, я помню, он мне ещё, скажем так, прописывал, выписывал от стафилококка, потому что он у меня был, стафилококк, я рассказывала об этом, что у меня был стафилококк. На самом деле, все симптомы на лице, именно воспаление, ну, даже не воспаление, вот эти вот прыщики, закрытие комедоны, которые у меня были, это вот, мне кажется, чисто стафилококк. Ну, они разные бывают, конечно, но то, что я видела в интернете, очень похоже. Сейчас, если вам интересно, я уверена, если у меня есть какие-то прыщи, а они сейчас есть, это уже не стафилококкные прыщи, это уже чисто прыщи того, что я там что-то пожрала на Новый год, бухнула как следует, ну, то есть это уже такое, это уже те прыщи, о которых, скажем так, я и мечтать не могла. Ну, в том плане, что то, что у меня было, это как бы не зависело от того, хорошо я питаюсь, плохо, сижу я на диете, не сижу, ну, имеется в виду, там, правильное питание, исключаю я молоко, сахар, то есть то, что у меня было, это как бы просто пофиг, просто вот у меня есть стафилококк и все. Стафилококк нельзя убрать навсегда из организма, но его можно куда-то, типа, как в закрытую комнатку посадить, и он тебя не беспокоит. Когда я в прошлый раз, это было буквально, я не знаю, месяца полтора назад, что-то такое, может, два месяца, полтора, наверное, назад, не помню точно, но примерно была у гомеопата, он мне вообще в этот раз новое что-то дал. Ну, не то, что новое, просто до этого я шарики пила, там, грубо говоря, сколько-то штучек в день, или несколько раз в день, а в этот раз он мне, в общем, сказал, что у меня все в напряжении, но это правда, я так к нему и пришла, в принципе, с каким-то лютым напряжением. Короче, он мне сказал, чтобы я в простую воду взяла там 0,5 бутылку или литр, не знаю, и кидала туда определенное количество шариков, которые специально он для меня зарядил. Сейчас люди, которые это слушают, которые в это не верят, такие, боже, ты что несешь? Ну, кому интересно, послушайте, кому не интересно, вы же видите тайм-коды внизу для вас специально сделаны, промотайте. Короче, зарядил мне эти шары, я их кидала в воду и пила. В общем, эти шары с водой были заряжены на расслабление, особенно внутри, потому что, ну, у меня все было в таком напряжении. Я еще в тот момент подумала, так, я не буду пить алкоголь, потому что мы готовимся, надо быть суперчистой, суперчистой. И из-за этого тоже я начала в таком напряжении находиться. Короче, была в напряжении, у меня выскакивали тоже, как и сейчас, в принципе, бывают прыщики такие, типа, единичные. Насколько я чувствую себя расслабленной по шкале от нуля до десяти, не знаю. Но на самом деле это не так работает. Ну, в общем, это не важно, потому что у меня там свои какие-то тараканы в голове, у вас свои тараканы в голове. Главное, что мне помогает, и я считаю, что то, что было с моей кожей ровно год назад, и то, что с моей кожей происходит сейчас, ну, это как бы две большие разницы. Поэтому это, конечно, класс. И я знаю, что это не то, что вот сегодня у меня так, а завтра опять все будет просто жопошно. То есть я знаю, что мы пришли к какому-то результату, который сейчас уже закрепился, но это не значит, что нужно там что-то останавливаться, бросать, там, ну, как бы, вы поняли. Ты считаешь себя более нежной девочкой или пацанкой? Ты прекрасна, спасибо. Я считаю себя очень нежной девочкой. Кому-то так не покажется, но просто не все знают меня в жизни, не все знают... Ну, на самом деле, что говорить, я со всеми людьми разная, точно так же, как и вы. С кем-то я пацанка, с кем-то я очень нежная, с кем-то я, так, типа, нейтралитет. Ну, как бы, не знаю, я могу быть и такой, и такой, но я не могу сказать, что я какой-то жесткий, черствый человек. Наверное, я больше именно ощущаю себя вот именно как нежную, там... Ну, кого там было? Ну, да, нежной девочкой. Вот. Я ощущаю себя нежной девочкой, я считаю себя нежной девочкой, но при этом я могу быть такой ссукой. Ну, как и все, я думаю. Ну, а как бы это зависит от настроения. Хороший вопрос. Коротко постараюсь ответить. Загадывайте, в каком месяце родится... родилась бы малышка. Малыш. У нас есть несколько знаков зодиака, которые мы не будем и не стараемся. Ну, у нас свои на то принципы, мнения. Я не буду называть эти знаки зодиака, потому что люди сразу с таким знаком зодиака подумают, что я их ненавижу. На самом деле это не так. Просто все же люди разные, и кому-то с кем-то комфортнее, кому-то с кем-то, ну, шуры-муры. Мы просто со славой подумали. Я как бы, ну, не залетела. У нас все это любовь не по залету. Мы вправе выбирать. И я считаю, что, конечно, что по сути не мы выбираем, да, а как ребенок нас выбирает, боженька нам посылает малыша тогда, когда надо, допустим, да. Поэтому можно сказать, что да, мы планируем. Мы смотрим на месяц, мы смотрим. Так, если в этом месяце, то кто тогда будет? То есть мы смотрим, хотя я прекрасно знаю, что это тоже такие вещи отсматривать. Такое себе. Сильное волнение перед знакомством с родителями молодого человека. Что бы ты посоветовала? Ну, я точно вам не посоветую напиваться. Ну, я так не делаю, если что. Просто говорю, что так не делайте. Это не поможет. Да я думаю, надо просто расслабиться и быть самой собой. Потому что вот это вот тоже... Не, ну, конечно, там что-то самое, типа, да, я хорошая девочка, но как бы не совсем уж лицемерно, да, имеется в виду. Надо быть реально самим собой. Объясню почему. Потому что мнение родителей вашего мужа, первое, может быть абсолютно любым. То есть, допустим, ну, я не знаю, что. Его там мама или папа, родители могут подумать, что вы там какая-то не такая, что вы глупая или нехозяйственная. Да что угодно могут про вас подумать. А потом через какое-то время могут пять раз изменить свое мнение о вас. Еще будут говорить, ой, хорошая какая, мы так рады, что ты вот с нашим синем. Ну, типа, я не говорю, что у меня так было. Но я думаю, что наверняка мама Славы какое-то время тоже думала, что а что это Юля так редко готовит. Ну, наверняка. Я не знаю, если честно. Но что-то как-то мы вроде с ней обсуждали. Она говорила то, что вот, типа, сначала я думала, а что-то это самое, что-то все 5-10. А сейчас, как бы, ну, я знаю, что все классно и клево. И на самом деле это обычная ситуация, история. То есть, как бы, главное, чтобы вас любила ваша вторая половинка. А, ну, как бы, родителям, конечно, тоже не надо там хамить, грубить. Надо все-таки уважение проявлять. Но там что-то выкобениваться тоже, строить из себя того, кем вы не являетесь, тоже не надо. Надо просто расслабиться, просто прийти легко, да, я такая, ну, типа, там, ну, скромная. Я вот всегда скромная в такие моменты. Сейчас я уже не такая скромная. Сейчас я уже жена. Да не, я давно уже не такая скромная. Во-первых, потому что я выросла, уже, как бы, сама взрослой стала. Во-вторых, потому что мы давно знакомы, и, как бы, все в порядке. Как стать мудрой в отношениях? Думаете, я знаю? Ну, я скажу так. Я на своем опыте. На своем опыте какая-то психология, какие-то фильмы, сплетни, общение с мамой, там, с подружками, взгляд со стороны, наблюдение. Сложно ответить на этот вопрос, конечно, быстро и коротко. Даже не знаю, как его сформулировать правильно. Мой ответ. Есть женщины, да и мужчины тоже, которые даже со временем, с опытом в отношениях, они не становятся мудрее. На самом деле, куча разных таких моментов. Я думаю, что вы даже в комментариях мне поможете, там, для тех, кто не знает, или просто поделимся своим мнением. Можно накидать каких-то вариантов, что, ну, типа, точно не надо делать, например, потому что это точно к хорошему не приведет. Не то, что, конечно, не ответ на вопрос, как стать мудрее, но, как минимум, не совершать те же ошибки, которые ты уже совершал. Нельзя человека ограничивать в его движении, в его желании. Если человек, допустим, вас не любит или не хочет, он все равно уйдет. Нельзя никогда ограничивать человека. Ну, как бы, есть какие-то вещи, ты можешь попросить, типа, ой, Сеня, не нажирайся в говно, пожалуйста. То есть, такие вещи норм, я считаю. Но в духе, там, запрещать куда-то пойти, у меня недавно был вопрос, типа, отпустила бы ты мужа в баню с друзьями? Конечно, да. Почему я должна его, типа, не отпустить? То есть, один вопрос, если у нас какие-то планы были в этот день, и мы договаривались, и я на него рассчитывала, ну, я бы, наверное, сказала то, что, ну, как так, ты меня подставляешь? Но так, чтобы запретить, ну, допустим, да, я образно, но так, чтобы запретить ему куда-то пойти, ну, типа, что за фигня? Он мне ничего не запрещает. Ну, как бы, если я захочу, я пойду. Так же, как и он, если захочет, пойдет. Просто, когда вы пытаетесь удержать рядом с собой человека, или запрещаете ему все, или говорите, не ходи, я против, нельзя, то ему больше хочется вырваться из этих отношений, ему больше хочется уйти из дома, ну, то есть, или меньше хочется выходить с вами на связь, потому что, ну, он знает, что если он сейчас с вами там встретится, или еще что-то, то вы опять начнете ему говорить, сиди здесь, около моей ноги, то есть, это точно нельзя делать. Чувствуешь себя свободным человеком, что тебе ничего не запрещает, тебе не хочется никуда сбежать, никуда вырваться? Ну, это типа такие азы, не знаю. Не надо орать друг на друга, обзываться, нужно подумать. Ну, тут, понимаете, мудрость в отношениях, ну, это же опыт. Это опыт, и это отношения двух людей. То есть, вы можете быть очень мудрым человеком и понимать, что делать можно, что нельзя, ну, типа, как там, типа, нормально, как ненормально, но ваша вторая половинка может творить дичь. Что вы с этим поделаете? Вы можете ей объяснять то, что, ну, понимаешь, ну, типа, я же с тобой вот так вот, зачем же ты вот так вот, мы же можем решить вот так вот. Ну, типа, столько нюансов, столько моментов. Поэтому мудрость, она, я думаю, все равно приходит с годами, с опытом, и с кем-то расстались, и сидите и думаете, господи, какой же был кошмар, и какой я дурой была, и сколько то, и все, и пятое-десятое. Не спешите себя называть дурой или плакать. Почему? Потому что в какой-то момент вы подумаете, опыт, это был опыт, это был хороший опыт. Спасибо, нужно за опыт поблагодарить, и все. Занимаешься инвестициями? Хотела бы попробовать, просто сама хочу начать, но сомневаюсь. Я в этом не разбираюсь. Слава любит это делать. Я в этом не разбираюсь, ну, я не знаю. Меня интересуют другие инвестиции. В себя. Короче, если говорить про всякие там, покупать акции, эти инвестиции, это не, это, мне кажется, чаще мужчины интересуют такие движухи, и я в этом не разбираюсь, поэтому я таким не занимаюсь. У меня есть муж, пусть он этим занимается. Смотрят ли тебя бывшие? Не знаю. Но я поймала себя на мысли, что меня жутко бесит, что я для своих, скажем так, бывших, хоть их было и немного, но все же, открытая книга. Вот им интересно, интересно, как она живет. Что у нее вообще плохого? Что хорошего? Они могут зайти и посмотреть? Я не могу зайти и посмотреть, что у них. Ну, типа, не то, чтобы мне это нужно, и не то, чтобы я хочу это делать, но просто, знаете, бывает ради интереса. Это как встреча одноклассников спустя 10 лет или сколько обычно это бывает. Но интересно же посмотреть, как изменился человек, что у него в жизни, а я не знаю. Поэтому я без понятия, следят ли они за мной, смотрят. Я думаю, что нет. Я не знаю. В инстаграме, может, поглядывают иногда. И то неизвестно мне. А вот в ютубе я сомневаюсь. Какая для тебя лучшая разница в возрасте между детьми? Я скажу вам так. Если мы вытянем джекпот, сразу двоих родить, я не представляю, как это. Я думаю, это точно Кесарева. Я думаю, это просто жопа какая-то. Джекпот бы такой вытянуть, знаете, и все. И чилить, и отдыхать. Ну, если говорить про не сразу двоих родить. Ну, не знаю, года два. Не хочется, чтобы была большая разница в возрасте. Хороший вопрос. Как ты поняла, что твое свадебное платье то самое? Никак я не поняла. Оно просто мне, в принципе, понравилось. Я подумала, что я в нем ничего. Я очень быстро все сделала, потому что я вот эти вот заморочки, я думаю, так, времени мало. Вот что реально прям первое такое понравилось, берем. Я думаю, что если бы у меня было больше времени, я бы нашла платье другое. Я не хочу сказать, что мне мое платье не нравилось. Нравилось. Но я уверена, что где-то в этом мире есть платье, которое больше мне идет, в котором я больше чувствую себя принцессой и так далее. Но не было у меня времени и желания вот этой вот херней страдать. Мне хотелось уже быстро выбрать, уже все нравится. Погнали, потому что время поджимало. Ну, типа, сами представьте, подготовиться к свадьбе за полтора месяца. Сложно было. Бывают ли у тебя панические атаки? Нет. Было время. Недолго. Я не знаю, почему. Если честно, я не помню вообще, с какого перепуга у меня это началось. У меня, наверное, было там две или три типа панические атаки. Ну, я после первой. Короче, я не знаю, что это, паническая атака или нет. Но вот у меня, я просто помню, я описывала в своем блоге, да, на ютюбе, и в сторис тоже описывала состояние, что я, ну, просто еду, я понимаю, что у меня все такое становится вялое какое-то, как будто бы невесомое. Вот так вот нижняя часть лица вниз опускается, глаза тяжелеют. То есть и состояние такое, что как будто бы я в обморок упаду. И сердце стучит сильно. Я не знаю, это паническая атака. Ну и, понятное дело, появляется страх того, что я сейчас умру, особенно я еду за рулем, знаете, у меня это все за рулем, и я думаю, так, сейчас я потеряю сознание, обрежусь, не дай бог, тьфу, еще что страшное. Не знаю, ну, то есть, если это паническая атака, то было. Но я пошла потом, помню, к неврологу. Такая, подождите, что за херня? Я так жить не могу. Он мне прописал таблетосы. Жесткие таблетосы. Ну, не, наверное, есть жестче, но там есть такие побочки, и, блин, тоже потом пила таблетосы, поэтому... Ой, кошмар. Я не помню даже, как они назывались, но их надо было пить месяц. Месяц надо было пить. Привыкания не было, слава богу, как мне врач пообещал, ничего такого не было, но, опять же, я за себя говорю. Вот, но эти таблетки, которые мне тогда прописали, их можно приобрести, купить, только с запиской от врача, запиской от родителей. Ну, как его? С рецепт, ну, рецепт. Ну, блин, вы поняли. А так, если что, ну, давно у меня не было панических атак, слава богу, я чувствую себя замечательно, чувствую себя уравновешенной, спокойной. Ну, как бы, ну, я не чувствую, что там что-то такое не то. Ну, бывает, голова болит, ну, типа, ну, не панические атаки, короче. Не думали ли о родах с заграницей? Нет. Зачем мне это? Ну, я не знаю, мне это не надо, абсолютно. У меня нету цели, типа, родить где-то за границей, чтобы у ребенка было гражданство, чтобы мы летали в Америку, например. Я такой херней страдать не собираюсь, мне хорошо в своей стране, я буду рожать в Москве. Я еще не беременна, но уже рожаю, так что, нет, я не думала так, чтобы подумать, типа, кто-то рожает. Да, так думала, но я сама не планирую ни за какие дровишки, мне это не надо, и вообще я хочу, чтобы рядом были мои родные, чтобы рядом был мой дом, чтобы мне не надо было потом с ребенком лететь куда-то, откуда-то. Не хочу ты тут, зачем это все, я не знаю, зачем это придумывают. Не, ну зачем-то придумывают, да, чтобы гражданство или, типа, больницы круче, да. Слушайте, некоторые рожают у себя дома, и вообще, ну, как бы, не, я понимаю, тут уже на вкус и цвет. Я не собираюсь дома, если что. Как относишься к с***у на первом свидании? Ну, я плохо отношусь к с***у на первом свидании. Я просто, типа, не такой человек, которому, скажем так, это было бы интересно на первом свидании. И я могу объяснить, почему. Потому что я человек, который играет в долгую. Типа, меня не интересует, например, мимолетный хайп, там, знаете, или один разочек, а потом, как бы, и не видимся больше. То есть, ну, типа, я не из этих людей, мне интересно, если, как бы, отношения, то серьезные, долгие. Ну, в общем, вы поняли. Я считаю, что с*** на первом свидании это для тех людей, которым просто, ну, норм это. Которым норм просто, типа, без любви, без каких-то там узнать друг друга получше. Для меня это чуждо, для меня это такое себе. Ну, если говорить о нас со Славой, у нас было достаточно свиданий, у нас было достаточно разговоров, у нас было, были и просто встречи, когда мы просто поцеловались. Ну, типа, такая я прям. Ну, и он тоже такой, как бабушка и дедушка. Мы старые закалки, нам надо сначала родителей познакомить, потом сходить на свидания, потом поцеловаться на нескольких свиданиях, только потом уже. Так что, ну, мне никак, кому интересно. У меня такого ни разу в жизни не было и не будет, просто потому, что я такой человек, ну, типа, для меня как бы с*** это только с любимым человеком, которого я, ну, действительно там, ну, может, еще не то, что люблю, но сильно влюблена и уже достаточно о нем знаю, чтобы, как бы, ложиться с ним в пастель. Классный вопрос. Не хочешь отправиться в путешествие только с Кариной? Если честно, вот только сегодня у меня такая мысль промелькнула, вот, знаете, хотя бы на денечка три, вот, ну, в Сочи хотя бы сгонять. Ну, типа, я уж не говорю, там, за границу, ну, вот реально, вот что-то такое, ну, реально не хватает какого-то вайба подружек. Я бы хотела, если честно. Вот, может быть, и срастется. Мы много лет с Кариной и мечтали о том, чтобы поехать с нашими мамами вчетвером в Италию куда-нибудь или в Париж тоже было бы классно. Ну, вот мы как-то про Италию мечтали, чтобы вчетвером с мамами поехать. Ну, все никак-никак. Потом, ну, как вы сами знаете, коронавирус. Ну, и в общем... Следующий вопрос. Юля, как у вас со Славой в семье происходит распределение обязанностей в бытовом плане? Я не знаю, как вам сказать. Я убираюсь. Иногда убирается клининговая компания. Собачку мою я. Что еще? В целом, в основном. Все делаю я. Слава мне может помогать, когда я его попрошу. Например, повесить белье. Выкидывает мусор всегда он. Загрузить посудомойку, разгрузить тоже. Если я его прошу, он это всегда делает. То есть, я просто не всегда его об этом прошу, но если я его попрошу, он всегда это сделает. Я не знаю, как объяснить, но в основном все делаю я. Просто потому, что я это делаю и не потому, что так, типа, где-то кто-то написал, что женщина, жена должна дома делать все сама. Я всегда это делала и, типа, мне для того, чтобы это делать, не нужно, чтобы кто-то меня об этом просил. Просто потому, что я хочу жить в чистоте, я люблю жить в чистоте и для меня уборка, допустим, дома, это как какой-то психологический, не знаю, расслабон. Готовлю в основном я, но я делаю это в последнее время реально очень редко. Но также часто готовит Слава, но я говорю, например, про макарошки, пельмешки. Я только в его исполнении ем эти блюда шикарные. Вот. Ну, я не знаю, у нас как-то все цивилизовано, нормально. Если кто-то что-то не может, другое делает, кто-то устал, другое делает. Ну, нету такого, что у нас список дома висит, кто что когда делает. Сегодня, типа, в понедельник я мою полы, во вторник ты. Когда родится малыш, будете скрывать его лицо в инстаграм, или сразу будете показывать? Мне, конечно же, хотелось бы сразу показывать, но, ну, я не знаю, как будет, если честно, в итоге, но просто я, я просто такая, в какие-то традиции я верю, в какие-то там не верю, даже не традиция, там, не знаю, поговорки, ну, короче, в какие-то такие штуки верю, в какие-то не верю. Короче, просто, ну, типа, обычно не показывают лицо ребенка, пока его не покрестят. То есть, грубо говоря, чтобы не сглазили, знаете, вот если в такие вещи веришь, не то, чтобы прям верю, верю, но можно сказать, что верю в такие вещи, как сглаз, все равно в какой-то степени верю в какую-то такую энергетику нехорошую, ну, и в хорошую тоже, разумеется, верю. Поэтому, наверное, из этих соображений мы не будем показывать. Но я не знаю, как будет. Клянусь, ей-богу, не знаю, может родиться ребенок, я подумаю, да по-моему, смотрите все, ну, я в этом сомневаюсь, хотя мне всегда, понятное дело, хочется всем первым делом все рассказать, но я просто понимаю, что есть какие-то моменты, которые, ну, не надо, не надо, зачем? Я думаю, что, скорее всего, мы не будем сразу показывать. Ну, я не знаю, как будет на самом деле, но, как бы, я всегда знала, что не будем. Но и замазывать лицо какими-то там смайликами, тоже тупо. Рада была бы, если с Кариной вместе забеременели. Если честно, то да. Не знаю, насколько там Карина бы радовалась или не радовалась, не знаю, но верняка бы радовалась тоже, но мне кажется, что это клево, потому что тогда я сразу такая, мы бы устроили парную фотосессию с животиками, потом с детьми, но мне кажется, что возможно, это тоже бы нас в какой-то степени еще больше сблизило как подружек, то, что у нас дети одного возраста, это следовательно вместе поехать куда-то в детский развлекательный комплекс, вместе поехать покупать какие-то там штучки для детей, то есть, ну, мне кажется, что это клево. Ну, непонятно, они вместе там еще со своими вторыми половинками, с мужьями, понятное дело, тоже такими вещами заниматься, но я имею в виду, что как подружки тоже могли бы что-то такое делать, ну, и просто был бы шанс того, что наши дети будут, ну, прям классно между собой общаться, дружить, ну, типа, хотя это нифига не гарант, то есть, мы как подруги можем общаться, а наши дети может вообще не захотят дружить и поймут, что они вообще разные и друг другу не подходят, как друзья, то есть, такое же тоже бывает, нельзя же заставлять детей дружить, только потому, что ты дружишь с его мамой, например, но я надеюсь, что у нас все будет хорошо в этом плане. Один из моих самых любимых, самых непонятных для моего мозга вопросов, ну, да ладно, ранний брак не деградация, меньше времени на реализацию, зарабатывание, когда меня спрашивают, что изменилось после свадьбы, я всегда говорю, ничего, кроме того, что мы стали больше друг друга любить, ценить, как-то уважать, ну, отношения, да, это самое главное, в остальном, ничего. Хотите знать, после свадьбы у нас даже больше появилось общих каких-то планов, общих бизнес-идей, то есть, наоборот, мы стали больше двигаться и больше как-то вау-вау, давай, все, пятое-десятое, то есть, я считаю, что это странный вопрос, но как бы есть, наверное, люди, для которых выйти замуж, это означает, что ты сидишь дома, что ты только убираешь, что ты жена, что это просто какие-то, наверное, ограниченные люди, я, конечно, не хочу их обижать, но, слушайте, как это мешает, реализации и зарабатыванию денег, нам, наоборот, даже в плюс, наверное, это пошло и не мешает, мы, наоборот, как-то больше задвигались, подумали, так, теперь у нас больше ответственности, и больше там идей, планов, а когда дети появятся, я думаю, что еще мы больше будем двигаться по жизни, разумеется, поэтому я считаю, что это очень странный вопрос, который мне непонятен вообще даже, как он может родиться, какая может быть деградация, ну, ранний брак, это что? Я думаю, что тут зависит не от брака, а от самих людей, потому что есть люди, которым, в принципе, рано какие-то отношения заводить и жить отдельно от родителей, понимаете, а есть люди, которым, как бы, и все норм, и ничего нигде не мешает. Не считаешь, что в 21 году меньше общалась с Кариной, скучаем по вашим совместным влогам? Я считаю, что мы меньше общались в 21 году, и на то есть, разумеется, причины, например, свадьба Карины, потом моя свадьба, и если честно, я думаю, что этот год у нас такой, ну, нет, это уже прошлое получается, 21 год, он был у нас такой весь в подготовках, размышлениях, движухах, и сказать так, чтобы вот мы вдвоем прям тусовались, очень мало, я даже, если честно, не могу вспомнить, когда, и я поэтому скучаю, я надеюсь, что в 22 году мы побольше с ней будем времени вдвоем проводить. Я тоже скучаю, скажу честно, я скучаю по этому вайбу, я скучаю по таким, каким-то классным моментикам, по влогам, и мне очень хочется, честно, я, кстати, мы завтра с Кариной встречаемся, мы едем с ней в ЦУМ, что видите, брак нам не мешает зарабатывать, и ездить в ЦУМ, и покупать, что мы хотим, это к прошлому вопросу, поэтому мне очень хочется побольше времени с Кариной проводить, побольше совместных влогов снимать, ну и просто вместе проводить время, но из-за того, что мы редко видимся, когда мы видимся, мы не хотим ничего снимать, потому что мы соскучились друг по друге, другу, друг по другу, и нам просто хочется поболтать, обсудить, что накипело, что не накипело, ну вот такие какие-то вещи, поэтому да. Ой, уфига, нифига, если уже час ночи, я и снимаю час. Привет, интересно просто, почему, если ты веришь в Бога, не венчались? Я не знаю. Короче, я думаю, что это все-таки из-за того, что в моей жизни, в моей семье много кто разводился. Мне, конечно же, хочется верить, что в моей жизни этого не будет, и, слава Богу, об этом вообще мысли нет, да, то есть все замечательно, все круто, но я просто стараюсь быть реалистом, скажем так, и, ну как стараюсь, я реалист, я понимаю, что жизнь такая штука, ну типа сегодня вы друг друга безумно любите, вообще просто с ума сходите, а там через какое-то время вы чужие друг другу люди и так далее. Я люблю Славу, я знаю, что он меня любит, у нас большие планы на нашу совместную жизнь, и, конечно же, нам очень хочется прожить вместе эту жизнь, но как будет в итоге, как распорядиться судьба и жизнь, через сколько-то там лет, десятков лет, я не знаю, поэтому, как бы для меня венчание это серьезно, и я считаю, что люди венчаются, ну, как бы для того, чтобы, скажем так, ну как, если я правильно это понимаю, чтобы, скажем так, после смерти, их души встретились на небеса, чтобы они были вместе, и, ну как бы, я просто не приветствую такие варики, типа, повенчаться, потом наоборот развенчаться, ну типа, я не знаю вообще, возможно ли это, я просто, я верю в Бога, но я тоже не все знаю, ну, наверное, так делают, но мне кажется, что это strange, скажу честно, я просто к этому отношусь так, что венчаться, можно после там 30-40 лет брака, допустим, хотя бывают случаи, когда люди и столько лет прожив вместе, разводятся, я не говорю о том, что мы обязательно разведемся, я этого не хочу, но я думаю, что все люди прекрасно понимают, что, ну как бы жизнь такая, ты этого не хочешь, да, и ты не знаешь, что будет, поэтому мы не стали венчаться, потому что для нас это дело серьезное, это, ну, это не то, что как бы просто, типа, пожениться, и развестись, это как бы дело, скажем так, не самое сложное, а вот как бы пойти на венчание, а потом, если что, как бы перед Боженькой извиняться, типа, ну не срослось, я не знаю, для меня это как бы странно, поэтому мы со Славой решили, что, ну, как бы лучше мы сделаем такой важный ответственный шаг, через сколько-то там лет, может десятков лет вместе прожитых, потому что, ну, потому что потому, вот, мы как-то в этом плане солидарны, и к этому относимся вот так, не знаю, можете быть не согласны, кто-то скажет, что там, мы уверены, значит, в том, что мы обязательно разведемся, но это на самом деле не так, просто мы понимаем, что жизнь, она такая. ты ревнивая, к Славе, например, пристают девушки при тебе, какая твоя реакция? Я не знаю, при мне не пристают, что там происходит, когда меня вдруг рядом нет, не знаю, это чисто на его совести, я в этом плане на расслабоне, я не могу сказать, что я ревнивая, но скорее, наверное, я просто люблю подколоть тем, что я типа ревную, типа, а что это такое, но так, чтобы ревновала, да нет, это не то, что я его типа не люблю, значит, просто я доверяю, и я не вижу в этом смысла, ну да, я могу иногда сказать, типа, а что это такое, что это тебе, прямо очень сильно фотка вот эта понравилась, там, жопа какой-то, например, но это больше в шутку, потому что я к этому отношусь, как бы, спокойно, я считаю, что, ну, короче, блин, просто у меня очень странные на это взгляды, и мне кажется, что мужчина, он как бы иногда, ну, как бы хочет почувствовать, что он может поставить лайк какой-то женщине, на ее жопу, и, ну, для него это важно, как для самца, наверное, я не знаю, слава редко ставить там какие-то лайки на жопы, я, если честно, не проверяю, куда он ставит лайки, куда не ставит, я, наверное, больше выпендрюсь, когда он мне не ставит лайки, и говорит, что такое, поэтому я не могу сказать, что я ревнивая, веришь в астрологию карты Таро, кто-то у меня спрашивал про карты Таро, короче, я бросила эту идею, потому что у меня есть близкая подруга, в астрологию я верю, и к ней отношусь нормально, но ей тоже есть, сейчас я, если честно, не заморачиваюсь, как-то сильно, но астрология, это куда не шло, но про карты Таро, несмотря на то, что когда-то я этим сильно интересовалась, и мне даже слава как-то подарил карты Таро, я в итоге перед славой извинилась, и сказала ему, что, ну, это мило, потому что он видел, что мне это интересно, и заказал для меня эти карты, и сделал сюрприз, но я ему сказала, что я умываю руки, это черная магия, не надо этим заниматься, и не надо смотреть всякие расклады Таро в интернете, потому что вы просто отдаете свою энергию человеку, просто вами питаются, когда вот эти вот расклады делают, ну, как бы, по сути, вы даже когда смотрите мое видео, вы отдаете мне какую-то энергию, то есть я как бы вампирю высасываю из вас энергию, но я и свою энергию вам отдаю, но моя энергия позитивная, а вот эти расклады карт Таро, там, ну, неизвестно чего, понимаете, ну, короче, не знаю, я бросила эту идею, если есть человек, который занимается этим профессионально, и реально знает, что он делает, реально знает, а не просто, ой, я выучила карты Таро, я могу тебе разложить, или общий на всех в интернет, это неправильно, а если человек реально профессионал, и знает, что он делает, то к такому можно сходить, это не херня, то есть вот так скажем, правда, я не считаю, что люди, которые профессионально знают, что они делают, они не занимаются херней, ну, короче, просто, вот это вот все то, что в интернете, карты Таро, и то, что я смотрела, и самоучки, вот не надо, самоучки, это темные игры, не делайте лучше. Самая дорогая вещь в твоем гардеробе. Я думаю, что если украшение можно назвать вещью, ну, это же вещь, хотя это аксессуар, ну, как аксессуар, ювелирные изделия, ну, в общем, кольцо, которое мне подарил муж, когда делал предложение. Помолочное кольцо, у меня такая кофта, видите, типа, мне холодно, на самом деле мне жарко, у меня даже открыто окно, ну, кофта такая дебильная, ладно. Кольцо это самое дорогое, что у меня есть из таких вот каких-то штучек дома, а самая дорогая вещь, если не кольцо, то это сумка Диор. У меня вроде не было ничего дороже сумки Диор, вот из таких вот вещичек. У меня есть другие разные сумки. Ну, нет, сумка Диор все-таки дорогая. Ну, технику мы не будем брать там, типа, компьютеры там, хотя компьютер у меня дешевле моей сумки. Да, вот так и живем. Как ты думаешь, когда ты родишь, ты будешь такой же ухоженный с нянями или уставшей мамашей с пучком без ресниц? Если честно, я очень волнуюсь, я не знаю, потому что мне не хочется быть какой-то уставшей мамой с грязной башкой, без ресниц и еще что-то. Я не хочу такого. Я перед родами сделаю маникюр. Если у меня получится, не знаю, сделаю реснички. Ну, педикюр тоже, разумеется. Я не знаю, как я буду бриться конкретно там, потому что мне будет мешать огромный живот. Лазерную эпиляцию делать нельзя. Ходить на какие-то воски, не знаю. Может, попрошу маму, чтобы она мне помрила. Ну, а как? Кто-то напишите в комментариях, что еще с этим делать. В общем, не знаю. Я хочу подготовиться. И когда я рожу, я тоже хочу выглядеть хорошо. Мне так хочется. Но как будет в итоге, я не знаю. Может быть, я буду ходить с пучком. Может, я буду вот такая. Без понятия. Без понятия. Клянусь ей богу. Вот когда рожу, посмотрим. Интересно самой. Вопрос. Хотела бы себе взять ассистентку в ближайшее время. Если честно, в последнее время я об этом думаю. Я об этом подумываю, но мне почему-то кажется это таким сложным, таким непонятным. И я знаю себя, сближаюсь с людьми. И как-то, а вдруг, мне потом не захочется, чтобы у меня была ассистентка. Чего это? Самообижательный? Ну, короче, блин. Я не знаю. Я думаю, что все равно я к этому приду. Я не знаю, правда, как найти человека, который мне понравится. Потому что я в плане вот таких вот тесных взаимодействий с человеком очень избирательная. Я понимаю, что я себе не подружку ищу, а человека, который будет на меня работать, выполнять мои поручения. Ну, я думаю, что нужно к этому прийти мне. Как минимум, для каких-то моих будущих размышлений о бизнесе, еще о чем-то. Ну, как бы, надо учиться, управлять, скажем так, давать указания. Не знаю. Ну, в общем, сложно. Я думаю об этом. Думаю, что я к этому скоро приду. Мне так кажется. Потому что в любом случае в какой-то момент может быть до того, как я, не знаю, забеременею, может быть, после того, как я рожу, я думаю, что это будет просто жизненно необходимо. И, возможно, мне лучше начать задумываться об этом пораньше. Поэтому, наверное, я буду искать. Но пока не ищу. Будешь нанимать няню после рождения ребенка или будешь сама заниматься малышом? Скажу честно, я бы не хотела няню. Не потому, что я считаю, что я, хоть еще и не родила, но, типа, мать-героиня. Не поэтому. Просто мне страшно. Мне волнительно. Это же чужой человек. И я не знаю. Если честно, опять же-таки, это такие вопросы, которые пока не коснулись нашу семью, нашей семьи. и сложно ответить сейчас вот так вот, что да-да, точно будем или нет, сто процентов не будем. Я надеюсь на наших мам, на свою маму тоже, потому что, понятное дело, тяжело, может быть, тем более первый ребенок. Как бы еще не знаю, сейчас не делать. Но я, если честно, планирую обязательно какие-то курсы проходить. В общем, не знаю. Не знаю, сложно. Не хотелось бы, потому что это волнительно. Это как бы чужой человек. Но с другой стороны, как-то же люди живут. Я не знаю, может быть, в какой-то момент я пойму, что без вариантов надо. Может быть, нам смогут помогать так наши родители, что в этом не будет какой-то необходимости. Ты никогда не задумывалась, что девушка идет к мужчине жить, а не наоборот. А вы никогда не задумывались, что это не самое главное в жизни. Просто если для вас эта цель всей жизни и важно, чтобы именно вы к кому-то пришли в дом жить, это ваше дело. Мне, честно говоря, это вообще не принципиально. Для меня главное, какой человек рядом со мной, то, что мы счастливы и любим друг друга. Поэтому, когда такие вещи пишут, ну, я понимаю, почему люди такие вещи пишут. Вот, конечно, так где-то заведено или кто-то так сказал и так должно быть. Но вы же понимаете, что каждый выбирает сам, какую жизнь ему жить и как ему хорошо и что для него важно в этой жизни. В общем, ребята, на этом вопросы, ну, если честно, не закончились, но я снимаю уже полтора часа. Я немножко устала, уже хочу кушать, уже хочу смыть макияж, уже хочу выключить свет, который режет мне глаза и снять эту кофту, потому что она мне здесь натирает пальцы. Вот черт! Надеюсь, что вам понравилось это видео, надеюсь, что оно было интересным. Оставляйте обязательно комментарии, мне будет безумно интересно почитать, что вы думаете и так далее, и так далее. Если вы с чем-то не согласны, с каким-то моим мнением и так далее, это не значит, что мое мнение неправильное. Это значит лишь то, что у вас свое мнение. В общем, ладно, надеюсь, что вам понравилось. Если так, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы, это я уже сказала. Всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы, еще раз вас с новым 22-м годом. Всем пока!